Дорогие господа, сегодня юный бодрый дед за 65 лет расскажет вам про картину «Мадонна с младенцем» и «Донатором» живописца Якова Беллини. Картина имеет альтернативное название «Мадонна Леонелло Де Стэ». Картина в настоящее время находится в Лувре. Итак, живописец Якова Беллини, итальянский художник, представитель венецианской школы, основатель знаменитой художественной династии, состоящей из сыновей Джентилле и Джованни Беллини, а также его зятя Андреа Мантени И, женатого на дочери Якопа Николозе. Сам Якова Беллини родился и умер в Венеции. Большую часть жизни проработал он по заказам в родном городе, оформляя храмы и гражданские знания. Сын Лудильщика. Родился же Якова Беллини в 1400 году. И уже в 1423 году жил во Флоренции, где учился у ведущего мастера стиля интернациональной готики Джентилле де Фабриано. Вместе с учителем Якова работал во Флоренции, падуя, в 1436 году. Они совместно создали картину «Распятие». К сожалению, картина не сохранилась. Создана она была для собора в Вероне. В 1441 году в городе Феррара принимал участие в конкурсе на право написать портрет местного правителя, герцога Леонелло де Сте. Беллини выиграл соревнования у другого признанного мастера эпохи Пизанелло. Вернувшись в Венецию, Беллини став первым, кто заложил основы нового ренессансного стиля в венецианском искусстве. Он возглавил мастерскую, в которой после 1450 года работали его сыновья Джентилле и Джованни. Во многом благодаря им и их ученикам Карпаччо, Джорджоне и Тициану, XVI век вошел в историю итальянского искусства как век Венеции. Произведения монументальной живописи, созданные Якобом Беллини, почти все погибли. Его станковые работы, которых осталось очень мало, свидетельствуют, что художник соединял в своей живописи элементы готического и нового ренессансного стиля. Декоративность композиции, обилие и тщательная прорисовка деталей, Вычурность и изысканность свойственны поздней готике, а интерес к реалистичному изображению предметов в пространстве характерен для эпохи Возрождения. Гораздо лучше известно графическое наследие Якобо Беллини, примерно 230 рисунков, объединенных в два альбома, хранящихся ныне в Лувре и Британском музее. Рисунки свидетельствуют о стремлении Беллини к реализму в живописи, преобладают архитектурные мотивы, изображения церковных и светских зданий, с правильно переданной перспективой. Также много зарисовок мифологических, библейских и фантастических сцен. Среди них впервые появляются сюжеты особого, характерного именно для венецианцев жанра. Это сцены из праздничной и повседневной жизни города. До самого конца жизни Якобо Беллини сохранял связь с северо-итальянской готической традицией и испытывал влияние нидерзландской живописи первой половины XV века. Это подтверждает и картина Мадонна Леонелла Де Стэ, которая считается одним из лучших творений итальянской придворной готики. Картина написана около 1450 года во время пребывания художника в Ферраре. У ног прекрасной, грустно отрешенной Мадонны изображен коленно преклоненный Донатор, заказчик Леонелла Де Стэ, герцог Ферраре, Мадене и Реджо Эмилья. Средний из трех внебрачных сыновей Никола Третий Де Стэ от Стеллити Толомея, он после смерти других претендентов был признан официальным наследником Никола и в 1441 году вступил на Феррарский престол. Леонелла был государем нового ренессансного типа, благородный и храбрый рыцарь, мудрый правитель, меценат, поэт, страстный коллекционер. Современники говорили, что Леонелла мир предпочетал войне и ученых-солдатам. В период его правления Феррара стала одним из культурных центров возрождения. В университете города учились студенты из многих стран Европы, а при дворе Де Стэ работали величайшие художники, ученые и теоретики искусства. Леонелла 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 Завершил строительство городского кафедрального собора. Под его патронтажем была построена первая больница Феррары. Большой серьезный вклад внес Леонелла. О чем Якобо Беллини немного и отразил в своей картине Мадонна Леонелла Де Стэ. На этом юный бодрый дед за 65 лет завершит свое краткое повествование о Якобо Беллини и его картине Мадонна Леонелла Де Стэ. Как всегда, под фортепианное сопровождение. Ну, а в конце немного добавит рифмы, но перед этим скажет, что, господа, ведите здоровый образ жизни, и счастье обязательно настигнет вас. Ну, а дальше немного рифмы. Я не смогу все объяснить и истину не растолкую, чтоб интерес вам свой привить, повествование практикую. Не прилетит ничто плохое, что сможет как-то огорчить. Лишь чудо к нам сойдет седьмое. Продолжу я для вас творить. А сколько видел ты чудес, свободно по земле шагая, ловил ли звезды сам с небес, самозабвенно созидая. Открою тайну лишь тебе, в детали всех не посвящая. Поймать звезду сумей везде, где с упоением созидаешь. Восьмое чудо всех рассудит, ведь в мире только семь чудес, и труженикам счастье будет, но не само сойдет с небес. Как труд свой с пользою ты вложишь, кому-то радость поднимая, вздохнуть ты с облегчением сможешь, величие над слабым ощущая. с Субтитры создавал DimaTorzok